Всем привет, мои куколки, красотки, красавицы, ну и, конечно же, красавцы, куда же без вас. Меня зовут Алена, и я очень рада видеть именно тебя на своем канале. В сегодняшнем видео я расскажу вам про свои покупки из магазина Магнит Косметик. Это действительно хиты, в общем, в кислотном уходе. Тут у нас с вами на обзоре косметика Миксит, кислотная серия, и также некоторые продукты от бренда Кимихо. Если вас интересуют данные темы, вы любите уход кислотный и корейский, то обязательно оставайтесь со мной. Ну и, как вы поняли, по моему соседству с пакетом, тут у меня уже все в ручках моих находится. Не будем все откладывать в долгий ящик. Начнем. Первое, что я вам покажу, это вот такой вот пилинг гель, лимон, яблоко и ахокислоты вроде бы как. Да, гель подходит для любого типа кожи, обеспечивает эффективное очищение, обновление, делая ее гладкой и сияющей. Фруктовая кислота является мощнейшим антиоксидантом, освобожает кожу от токсинов, дарит тонус и свежесть. Лимон выравнивает тон кожи и сокращает пигментацию. Вот так вот выглядит этот продукт. Он был на скидках. Гель. По консистенции он вот такой. Такая вот матовая текстура, матовая гелевая текстура. Вы наносите этот гель на влажную кожу, оставляйте на 1-2 минуты, затем массируете 1-2 минуты, образовываются вот эти вот катышки, которые хорошо отшелушивают кожу. Что я могу сказать? Во-первых, Кимихо это бренд, который был изготовлен по заказу магнит-косметикой. Это, в принципе, их косметика, поэтому, ну как бы нигде ее больше не встретишь. Я брала их маски тканевые, и мне они вообще не понравились. Они безумно липкие, жирные, неприятные. Вот эта вот пленка остается, ну мерзкие, короче. Тут я решила на скидках, думаю, ладно, попробую я уход. Эта пилинг-скатка стоила 300 с копейками, 349 рублей. Могу сказать так, что есть пилинг-скатки намного лучше, качественнее, которые очищают кожу прям вот как нужно пилинг-скатки. Это такое вот, знаете, баловство. Я не скажу, что это супер какой-то продукт, которым всем нужно иметь в косметичке, в ванной комнате, так скажем, да. Но обычная пилинг-скатка, ничего сверхъестественного. Слабенькая такая вот, супер выравнивающий эффект, я, к сожалению, не заметила. Дальше у нас с вами идет от Кимихо Бабл Маска. Маска для лица с глиной и маслом чайного дерева. Пузырьковая маска для лица. Мягкая, глубоко очищает кожу, удаляет черные точки. Нет, не удаляет. Масло чайного дерева. Обладает увлажняющим, успокаивающим действием. Стимулирует обновление клеток кожи, выравнивает ее микротекстуру. Глина контролирует уделение кожного себума, сужает поры, улучшается от лица. Веселая забота о вашем здоровье. Вот это вот последняя фраза, веселая забота. Что веселого, собственно говоря. В общем, вот такая у нас с вами маска. Обычная черная. При контакте с воздухом она моментально начинает пузыриться. По поводу эффекта, что я могу отметить, что я могу сказать. Во-первых, она очень быстро начинает пузыриться. То есть, это буквально раз, и она уже пузырями покрывается. При применении она очень мне напоминает именно китайскую версию масок от Елизаветы. Не корейскую, а именно китайскую. Потому что различие между китайской и корейской версией знаменитой пузырьковой маски от Елизаветы, это в том, что пузырьки в Елизавете оригинальной, корейской, намного мощнее. И они как будто выталкивают всю грязь. Кожа ровная, гладкая, приятная. После этого продукта, и после китайской версии, тоже она ровная, гладкая, все как нужно. Но, знаете, ну, вроде бы прикольно, да. Не сказать, что прям очень плохо. Нормально, средне. Но не сказать, что прям вау. Тем более, какой ценник в Магнит Косметик полный без скидок. 249 я за нее отдала. А так она стоит чуть ли не 600 рублей. За объем 50 миллилитров вот такой вот пузырьковой маски, уж извините, мне кажется, это очень, очень тумач. Это тумач, тумачий, тумачевских. В общем, мне за полную сумму нет, за 249 рублей норм. В принципе, очищает, пузырится, да, приятно. Но сказать, что прям вау-эффекта, к сожалению, не было. Обычная рядовая пузырьковая маска, которую можно приобрести абсолютно на любом сайте, в том числе на Алиэкспресс. Ничего сверхъестественного. И вот эта вот маска с медом. Она у нас питательная и увлажняющая маска для лица. Вот это вот, знаете, момент питания и увлажнения для меня все-таки разный. Как мне кажется, это лично мое мнение, что питание должно быть в маске или увлажнение. Или то, или то. Потому что питательные компоненты в составе абсолютно любого косметического продукта, они более тяжелые и направлены больше на анти-эйдж эффект, когда у вас уже вот прям вот серьезная сухость кожи. И такая вот чуть-чуть увлажнить нужно на постоянной основе, вот прям серьезная сухость. Вот тогда нужно питательное, да, какую-то косметику использовать с питательным эффектом. Плюс еще маски какие-то питательные. А увлажняющие, это когда у тебя кожа молодая, когда нужно на постоянке увлажнять кожу. Все должно быть и питание, и увлажнение в уходе. Но когда это совмещается в одном продукте, в одной маске, мне кажется вообще как-то очень странно. Ну, в общем, вот такая гелевая маска. Питательная маска для лица с экстрактом меда. Манука глубоко проникает в кожу? Нет. Насыщает ее витамином и ценными микроэлементами. Экстракт коленового страниц сухость шелушения? Это да. Восполнять недостаток влаги? Это да. Да. Комплексное воздействие компонентов маски делает кожу лица мягче, эластичнее, защищая ее от признаков старения. Вот такая у нас своя маска. И, девчонки, если вы когда-либо заказывали что-либо в Эйвен, вот эта маска, это вот прям стопроцентный аналог Эйвен. Точнее, Эйвенская маска. Можно за 150 рублей купить. Это без скидки тоже где-то 600 плюс-минус рублей. Так за 200 я ее 249 взяла по скидке. Ну, девчонки, ну обычная гелевая такая вот увлажняющая маска. У бабушки Агафьи такая есть, у Эйвен такая есть. Так что зачем платить больше? Никакого вау-эффекта я не увидела. Как хорошо, что эта маска не сделала плохо. Маски и пилинг-скатки с моей кожей. Но, к сожалению, и хорошего тут как бы мало. И что у меня тут еще есть? Два продукта от черного жемчуга, тоже кислотных. У меня тут весь выпуск про кислоты. И они, вот эти вот два средства, ничем не хуже в косметике Кимихо. Итак, смотрите, что у нас тут? У нас тут новинка сплэш-маска, обновляющая для лица и шеи с ах-кислотами. Так, нанесите в ладонями на влажную кожу, смойте через 2 минуты. Быстрый результат, сияющая ровная кожа. Очень деликатный пилинг, стоит 200 рублей. Даже 170, девчонки. Вот такой вот густоватой консистенции тонера. Для кого подойдет? Вообще, черный жемчуг я уважаю. Подойдет для увядающей, для возрастной кожи, для кожи, которая на постоянной основе использует кислоты. И что-то хочется полегче, потяжелее. Сам регулирует и понимает, что ему нужно в конкретное время, в конкретный момент. Кстати говоря, я вам вставлю таблицу, какие кислоты можно совмещать, какие нет. Я ее специально нашла для вас на просторах интернета, поэтому сразу вам вставлю и ознакомитесь. Очень приятная, очень деликатная. Подойдет и для тонкой кожи. Единственное, что, обращаю ваше внимание, что при применении немножечко покалывает. Это нормальное явление, как бы в составе есть кислоты. Продукт мне понравился. И вот этот вот очищающий гель пилинг для лица тоже с ахокислотами от черного жемчуга. Это гель с такими мелкими, не скрабирующими частичками. Частички очень мягкие, приятные. И он действительно работает, как вот эта пилинг-скатка. Я вообще разницы не увидела. По эффекту консистенция разная, да, там способ применения разный. То есть это нужно помассировать и смыть. Это оставить на 1-2 минуты, потом 1-2 минуты массировать и смыть. А вот это вот просто нанесли, как скрабик. Чин-чинь, только единственное, что это намного мягче скраба. И все, и смыли. И стоит 170 рублей. Поэтому зачем платить больше, если результат, вот лично у меня один и тот же. И последнее, что я вам покажу, это косметика Миксит. Давайте начнем со средства, которое мне понравилось. Это с 5% гликолевой кислотой. Вот такой вот у нас пилинг-сфолиант. Мягкое отшелушивание, роговешие частицы, осетление кожи, обновление клеток, бла-бла-бла, гладкость, здоровое сияние, содержит гликолевую кислоту. Косметика Миксит. Раньше Миксит, вот сейчас средства вам это покажу поближе. Раньше Миксит продавался только в корнерах. И Миксит раньше рассылался блогерам в качестве пиар. У меня тоже это было. Мне очень нравилась красная линейка Анти Эйдж и Гроу Гель. Все остальное меня никак абсолютно не впечатлило. Ни вот этих вот маски с блестками, ни еще что-то. Нет, абсолютно. Вот именно розовая линейка Анти Эйдж для возрастной кожи мне понравилась. Я ее в 18-м году пробовала. И Гроу Гель для восстановления бровей и ресниц. Это единственное, что мне понравилось. Сейчас не знаю, какой выпускают и какой там состав. И что? Взяла на пробу сама. За свои деньги, девчонки. Сразу говорю, за свои. В общем, этот пилинг мне понравился. Он хорошо отшелушивает. Он мягко отшелушивает. Он кожу не травмирует абсолютно. Не вызывает ни раздражения, ни покраснений, ничего. Использовала также на зоны, где у меня есть вросшие волосы. Ну, там, бикини, там, подмышки, если нужно. Там, в перерывах между депиляцией и эпиляцией. В общем, вот эта вот штука реально классная для вот этих вот целей. И на лицо я ее раз в неделю потолок. Чаще не использовала, потому что все-таки частицы достаточно. Вот если вам будет видно. Частицы очень похожи на скраб с абрикосовыми косточками на чистый день. Только они мягче намного. Но, опять же, этот пилинг нужно оставить на коже на 5-10 минут. Потом смыть, и кожа такая прям, ну, красиво выглядит, ничего не скажешь. И также на тех зонах, где у меня есть вросшие волосы, сейчас вообще их нет. Вообще ни одного вросшего волосика нет. Ни одного гнойничка, как обычно, вросший волос, если его не убрать вовремя, он начинает воспаляться и образовывает такой вот гнойничок, как он на коже может быть. Только на коже это от сальных желез, а тут у нас от волос волос просто вот так заворачивается, растет, вот тут гной, все, я думаю, вы поняли. Вот сейчас абсолютно ничего нет, тут фу, я прям очень рада. И дальше, вот у меня тут еще есть уход целый, это 3% гликолевая кислота, обновляющая гель для умывания с гликолевой кислотой комплексом Elfa Moist с растительными экстрактами. 150 мл, вот такой гель, удобный дозатор, экономичный расход, вот сколько я его израсходовала, использовала и по инструкции, и не по инструкции. По инструкции его нужно вот так, у меня его нет. По инструкции его нужно наносить раз в неделю, по-моему, что-то такое, умываться раз в неделю, да. А, вот, извиняюсь, один раз в день и более четырех раз в неделю. И так использовала и на постоянной основе. Обычный гель, ничего сверхъестественного, я не заметила, что он как-то отличается от других гелей для умывания на основе кислот, которые можно приобрести в том же самом фикс прайсе. Я вот вообще разницы не увидела. Просто нормальный гель. Кожу не сушит, очищает, как очищает. Пенится нормально. На постоянной основе каждый день использовать утром и вечером не рекомендовала бы, если хотите приобрести. Но, опять же, есть бюджетная аналогия, тоже сам марки Сэнда. Потому что такие гели, если использовать их не по инструкции на каждодневной основе, они очень сушат кожу. И вот такой вот тоник, лосьон, обновляющий, увлажняющий для лица с гликолевой кислотой, гелемалой веры, растительными экстрактами. Вот так выглядит. Девчонки, то же самое, та же самая песня, только по инструкции. По инструкции нужно наносить один раз в день. Да. И желательно использовать с другими средствами этой серии. Ну, обычный тоже тоник, тоже можно найти в том же самом Эйвен с витамином С, есть тоник точно такой же. Поэтому не вижу разницы. Абсолютно никакой, тем более, платить за эту серию, там что-то 700 рублей. Не знаю. Так, и последнее, что у меня тут есть в упаковке, в упаковке в видео. Это крема. Крема дневной, которая с 3% гликолевой кислотой. И ночной с 5% гликолевой кислотой. Вот так вот выглядят эти кремы. Миксит. Их эмблема. Так, 3% вот он. Он очень экономично расходуется. Он невероятно густой. Пахнет приятно, сладковата такая душка. И его абсолютно немного нужно на кожу. Вот столько это потолок нанести на лицо. Вот, вот столько. Потому что если переборщишь, так закупориваются поры. Я не знаю, что происходит. Но у меня после его применения, когда я много прям наносила, у меня прям прыщи лезли. Я не знаю, с чем это связано. Какой компонент тут идет в составе. И 5% на его это. Вот он. Видите? Чуть-чуть плотнее. Вот. И то это я на лицо и на шею могу это количество нанести. Вот он. Та же самая история. С утра просыпаюсь, лицо какое-то жирное. Какое-то все неприятно тактильное. В пленке. Во-первых, это не для молодой кожи серия. С 3,5% кислотой. Вот это вот в плане кремов. Не для молодой кожи. Не для жирной кожи. Не для проблемной кожи однозначно. И еще имейте в виду, что эти средства очень тяжелые. Очень тяжелые. Они как-то нужно к ним находить подход. То есть чуть-чуть наносить. Есть чуть-чуть переборщишься в прыщах. В общем, непонятная какая-то история. Я знаю, как кислоты реагирует моя кожа на кислоты. Но вот тут история абсолютно не та. Потому что это не реакция на кислоты. Это реакция на сам состав в креме. Скорее всего, там есть какие-то силиконы, что способствует удержанию влаги в коже. А вот когда с кислотами, это видно перебор. Удержание влаги в коже за счет пленки вот этой вот. Скорее всего, глицериновой 100%. Плюс еще вот это кислоты. Кислоты же нужно выходить, чтобы даже если есть у вас какая-то закупорочка пор, чтобы это все вышло наружу. И когда выходит наружу, там какие-то высыпания есть, когда вы только начинаете знакомиться с кислотами. Это нормально. Это абсолютно пройдет. Значит, у вас есть какие-то загрязнения, которые необходимо выйти. Чтобы они не сидели в вашем лице. В вашей коже на лице. А вот этот дисбаланс, когда из пленки пытается что-то выйти, вот он, пожалуйста, здравствуйте, прыщи, которые размножаются за счет парникового эффекта. Вот и все. Ну вот и все, мои куколки. Вот такой у нас с вами был видеоролик, посвященный именно магнит-косметик и кислотному уходу. Я надеюсь, вам такой ролик был интересен и суперполезен. Если же это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если не сделали этого раньше. Живите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Смотрите их первыми. Также жду вас в своем инстаграм. Ссылочку оставлю в описании. Ну и с вами прощаюсь. До скорой встречи. Целую в плечи. Пока-пока. Продолжение следует.